В 2006 году получил множество огнестрельное ранение, последствием чего стала парализация нижних конечностей. Единственный вариант реабилитации на данный момент это лечь в клинику, в реабилитационный центр и пройти какой-то общий курс занятий, это ЛФК. Есть какие-то небольшие занятия в бассейне по мере возможностей, по мере двигательных функций. Ну и в принципе все. Работа на тренажерах пассивная, которая в целом не приносит никаких особенных плюсов. Но изначально конечно было страшно, просто потому что ты не понимаешь как работает машина, ты начинаешь думать о том, что вдруг что-то пойдет не так. Очень сложно довериться аппарату, при том что ты переживаешь за себя, вроде переживаешь как это все будет управляться. Это первая волна ощущений. Но после того, как ты уже оделся и встал, это такое вдохновляющее чувство, просто потому что ты много лет сидишь в инвалидном кресле без возможности встать. И тут понажать одной кнопки, в сию секунду ты просто осуществил свою мечту. Может быть ненадолго, но все-таки это мечта. Но это в целом улучшение самочувствия, просто потому что в сидячем положении все-таки организм работает немножко по-другому. Передавливаются многие органы, кровообращение становится хуже. Дыхание, то есть грудная клетка сжимается, и дыхание не может быть таким глубоким. И когда ты встаешь, ты понимаешь с первых секунд, что ты можешь лучше дышать, легкие просто раскрываются. Ну и, соответственно, давление, которое найдется на ноги, начинаешь постепенно ощущать эту пульсацию, которая давно потерялась. Ощущения, которые давно потеряны. Каждый человек, который находится в инвалидном кресле, он все-таки грезит надеждой, что он найдет ту свою дорожку, которая приведет ему к выздоровлению. И так как я вижу перспективы здесь, я хочу быть ближе к этому, я хочу быть в курсе, я хочу знать, как это все происходит изнутри, чтобы понимать, как это может помочь мне в будущем, в моем выздоровлении. Поэтому я экзоатлет. Ну, на самом деле, это приятные взгляды со стороны. Они немножко вдохновляют. Ну и, в принципе, я начинаю ощущать себя вот среди толпы, я просто чувствую себя здоровым человеком. Просто потому, что я могу смотреть людям в глаза, могу общаться с ними на уровне глаз. И это тоже такое своеобразное, тоже такой какой-то вдохновляющий момент, который побуждает как раз-таки есть на эти выставки и общаться вот таким образом, стоя на своих ногах. Это просто обычное соревнование, если не учитывать, что это в экзоскелете. Это просто соревнование, в котором ты хочешь победить. А получилось это у меня или не получилось, это уже момент, наверное, какой-то удачи. Ну, здесь, наверное, все другие ощущения перебивают как раз-таки желание победить. Это все-таки соревнование. На самом деле это можно назвать семьей просто потому, что это люди, которым я доверяю, да, доверяю свое здоровье, которое и так подорвано, и которое... И я надеюсь, что они доверяют мне, потому что, наверное, без этого ничего не получится. Если они доверяют мне свой продукт, который они с душой сделали, изготовили, да, то и ничего бы, наверное, не получилось. Субтитры создавал DimaTorzok